Главное сейчас защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании об обстановке на госгранице. На новой те минуты проходят во Дворце независимости. Обеспечить безопасность рубежей наиважнейшая задача. Помимо потока мигрантов на границах соседей, прежде всего Польши, наращивается ударная группировка войск до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты ЕС от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США. Позиция и реакция Варшавы вызывают недоумение. Вместо поиска совместного с белорусской стороной решения, Евросоюз сворачивает проекты трансграничного сотрудничества и взаимодействия. Кроме того, угрожают новыми пакетами санкций и строительством аж 5-метровой стены, подумывают о полном закрытии границ с Белоруссией. Ради Бога, если больше нечем заниматься, мы не возражаем. Ранее на совещании с правительством я ставил задачу по обеспечению беженцев, которые оказались в нашей территории, самым необходимым, чтобы они могли просто выжить. Мы не закрываем рты журналистам. Любой представитель прессы белорусской и зарубежной может приехать и вести репортажи с любой точки государственной границы. Нам сейчас главное защитить свою страну и свой народ, не допустить столкновений. Уже больше недели обстановка у польского кордона остается сложной. Александр Лукашенко прежде давал четкие поручения. Во-первых, силовикам не допустить переброски оружия. Тут, как говорится, малейшая провокация быть в беде. Плюс мониторить активность польских и натовских войск. И еще ряд важных поручений под грифом «гуманитарные». Это помощь беженцам, в первую очередь детям и беременным женщинам. Кстати, поляки дезинформируют ЕС тем, что Беларусь якобы блокирует гуманитарную помощь. Это настоящий фейк, как и то, что Беларусь дала зеленый свет беженцам. Наоборот, больше 5000 человек, потенциальных мигрантов, из-за нарушения были отправлены обратно. То есть Минск четко следует букве закона. Накануне ситуации почти час. Президент Беларуси обсуждал с временно исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелой Меркель. Вчера состоялся разговор с канцлером Германии госпожой Меркель. Какие вопросы обсуждали? Первый вопрос. Беженцы. Эскалация на государственной границе. Мы пришли к единому мнению, что эскалация никому не нужна, ни Европейскому Союзу, ни Беларуси. И допустить эскалации, как бы кому-то этого не хотелось, как я уже сказал, вплоть до горячего столкновения, мы не можем. Да мы никогда и не шли на эту эскалацию. Я только что сказал, что на границе с той стороны около 20 тысяч вооруженных людей. Мы не развернули ни одного взвода, ни одной роты военных там, на границе. Такого приказа главнокомандующий вооруженными силами армии не отдавал. Но планы противодействия любой агрессии с их стороны мы имеем. Такую команду министру обороны и другим генералам силовым структурам я отдавал. Одна из основных проблем сегодня и лагерь беженцев на погранпереходе Брузги. Много государства внес предложение в целом по развязке ситуации. Стороны договорились, что пока не будут озвучивать конкретные подробности. Ангела Меркель взяла паузу, чтобы обсудить соответствующий вопрос с членами Евросоюза. Лидеры договорились быть на связи.